Приветствую подписчиков и зрителей моего канала, любителей острой тематики. С вами снова Михаил Фокс. И как анонсировал в предыдущем видео по ножу Милит Ряд Кезляр, продолжаю рассказ о моем знакомстве с ножами этой фирмы. Первое впечатление, которое он на меня произвел, когда его взял в руку, какой-то генетический эксперимент по скрещиванию советского ножа Белка. Если помните или видели, был такой классический советский нож с похожими крупными и круглыми бойстерами и силуэтом Белки на пластиковой рукоятке. И вот его скрестили с чем-то китайским, вроде пухлых складничков от Норвы Викинг. Но прямого негативного отторжения он не вызвал. Не понимаю людей, которые априори говнят тот или иной нож, пусть и странного дизайна, притом собранного в качестве немногих китайцев и в том же ценовом диапазоне. Перейдем, как говорится, к телу. Клинок сделан из стали АУС-8, или еще, как пишут на сайте производителя, стали коррозийно-стойкой, аналогичной АУС-8, с твердостью в районе 58 HRC. Финиш на клинке очень мелкий, отполированный Stone Wash. По бокам традиционно носены маркировки производителя Кизляр, сделана в России, и модель ножа. Сталька по нашим импровизированным тестам по продуктам и сухим веткам вполне рабочая, режущая кромка-стойка. Видимых деформаций на кромке и уменьшения ее остроты замечено не было. К слову, до приезда на наши посиделки базовая грубая заточка на клинке была слегка подправлена, но угол заточки остался без изменений. Замок на ноже Liner Lock впрессован в него фиксирующим шариком, вроде стальным. Разбирать на природе нож, да еще и немой, не было возможности. Но даже без разборки внутреннюю обработку было видно отлично. Liner Lock был вырезан достаточно гроба, а так как его материал обычная сталь, то даже на непобывавшем в продолжительном использовании ноже он начал покрываться крупным питингом. К счастью, остальные поверхности лайнеров имеют финиш в виде мелкого стон-воша, и ржавчины на них замечено не было. Момент по общей толщине ножа. Так как элемент замка выполнен на отдельной стальной плашке, это прямым образом повлияло и на его толщину. Надо отметить, что в целом нож заполняет ладонь комфортно. Но что-то я забегаю вперед, и к рукоятке мы вернемся чуть позже. В рабочее положение клинок открывается впрессованным в лезвие фигурным и аккуратно обработанным шпеньком. Лайнер Лок встает в начало пяты клинка, и, возвращаясь к вопросу обработки поверхностей, пита обработана хорошо, и как весь клинок в целом. Открывается нож достаточно туго, по бокам клинка толстенная шайба из фторопласта, плюс владелец ножа, не избалованный любимым многим так называемым наруким пушечными выстрелами клинка и тому подобное, специально затянул осевой, сказал ему так удобнее. Я спорить не стал, из-за этой тугости, кстати, при закрытии ножа одной рукой я, не рассчитав свои силы, порезался. Основной силовой каркас состоит из двух стальных лайнеров и трех бонок, одна или две из которых притянуты винтами, я, к сожалению, поскольку они скрываются под плашками, точно сказать не могу. Финишную обработку все элементы ножа имеют очень посредственно, и поэтому прихотливы к уходу за ними. Плашки-рукоятки сделаны из пластика с вставками из элострона и фиксируются клайнером тремя винтами, шестигранниками с каждой из сторон. Также и осевой узел вместе с круглыми больстрами крепятся на один винт с каждой стороны. А вот теперь вернемся к вопросу с рукояткой. Пластик достаточно скользкий, хоть он и имеет насечку на своей поверхности, но если бы не было вставки из прорезиненного элострона, то получился бы крайне травмоопасный нож по работе с сырыми продуктами. Скругленные полированные элементы дизайна только во вред. А так, благодаря элострону, вполне себе цепко сидит в руке, но расслабляться с ним не советую. Это подтвердил я и на своем примере. В тот день я отвлекся и два раза поранился им. Как раз второй случай был из-за скользкой рукоятки. А для любителей персонализировать нож, плашки-рукоятки плюс бойстер, вполне себе без хитростей можно поменять. Формы и крепления их не сложные. Кстати, злые плашки из G10 вполне бы себе устранили бак со скользкой рукояткой. А вот для любителей бусин тут печаль. Те млячного отверстия в конструкции не предусмотрено. Как вы видите, и клипсы. Ну что ж, вердикт. Нож оставил у меня двоякое впечатление. Вроде бы и собран крепко, нет люфтов, стали рабочие. Но в то же время, в угоду сомнительному дизайну, в нем, конечно, можно при желании разглядеть элементы мотора, или бака, байка, или форму сидения, которую передают плашки-рукоятки. В любом случае, из-за этих сглаженных форм, нож время от времени будет покусывать своего зазевавшегося владельца. Купил бы я его себе? Скорее всего, нет. Но и получив его в подарок, не был бы расстроен. И нашел ему применение. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Такое вот видео знакомство с моделькой Байкер 2 от фирмы Кизляр. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Если какие-то есть вопросы, задавайте в комментариях. И пока-пока.